Мальчик с родителями поехал в парк на прогулку и сделал научное открытие, которому 130 миллионов лет. Ребенок обратил внимание на странные следы и сообщил маме, кто их оставил. Женщина не стала смеяться над сыном, а связалась с учеными, которые и подтвердили теорию малыша. Пятилетний Ян Джиру из Китая, 1 октября 2020 года, попросил родителей свозить его в парк, что находится в провинции Сычуань, пишет Daily Mail. Мама с папой не стали отказывать сыну, тем более, мальчик начал увлекаться наукой, с помощью которой можно построить бизнес из ничего. Так что эта поездка могла бы пополнить его знания об окружающем мире. Прогуливаясь по местности, Ян обратил внимание на камни, на них виднелись гигантские следы. Осмотрев их, юный китаец сказал маме, что они принадлежат птицеподобным динозаврам, про которых он недавно прочитал в книжке, там и не такое можно узнать. Услышав об этом, мама не стала смеяться над фантазией сына, а связалась с учеными. Каково же было удивление женщины, когда палеонтолог Син Лит подтвердил теорию маленького Яна. Специалисту удалось установить, что следы оставили птероподы, около 130 миллионов лет назад. Пятилетка увлекся наукой и сделал открытие, которое ученые не смогли сделать за 130 миллионов лет. Син Лит и Ян. Примечательно, что местным жителям уже давно известно об этих отпечатках, но никто не знал, откуда они взялись и какое значение имеют. До того, как Ян сделал открытие, люди и его семья называли отпечатки куриными лапками. Пятилетка увлекся наукой и сделал открытие, которое ученые не смогли сделать за 130 миллионов лет. Теперь ученым предстоит исследовать весь район парка, там могут быть еще ценные реликвии. Специалисты пообещали, как только они закончат работу, устроят выставку для всех желающих, и Чаруй будет на этом мероприятии почетным гостем. Пятилетка увлекся наукой и сделал открытие, которое ученые не смогли сделать за 130 миллионов лет. Сделать научное открытие никогда не поздно доказал заключенный из США. От скуки в тюрьме он увлекся математикой и не прогадал с хобби. Ведь не отбыв и половину срока, он вывел форму, над которой давно бились ученые. Другой школьник так хорошо выполнил домашнее задание по биологии, что получил за него научную премию. Но он не гений, просто батя слишком усердно помогал ему с уроками. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.